Дорогие друзья, всем наитеплейший привет из весеннего светлого Таллина. Тема сегодняшней встречи – планирование учебной работы или составление учебного плана. Составление учебного плана. И мне кажется, я всё больше начинаю понимать, почему так трудно в наш распланированный учебный план на год или, допустим, на четверть встраивать инновационные сценарии, ну, будь то проектное обучение, будь то перевёрнутый класс, исследовательское обучение, игровое обучение и так далее. Мне кажется, что я всё больше и больше приближаюсь к пониманию того, почему так происходит. И вот сегодня я бы хотела с вами поговорить о том, как мы составляем план учебной работы на данный момент. И как можно было бы свой взгляд на составление учебного плана изменить. Или как можно было бы в целом этот подход планирования пересмотреть. Вот давайте, друзья, с этим разбираться. Спрашивала у вас, на что вы опираетесь, когда планируете учебную работу, да, или когда составляете учебный план. И на что вы опираетесь, когда рассчитываете объём работы. И, друзья, ну, практически все, там, ну, 99% ответили, что исходит из государственной программы, да, учебной, да, и отталкивается от учебных результатов. В практике, это верно, это верно, да, 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 это как бы, это не то, что верно, это логично, это логично, да, что мы берем учебную программу за основу и составляем учебный план. На практике, на практике у нас это выглядит следующим образом. Мы берем либо содержание учебной программы, там, где представлены темы, которые необходимо рассмотреть, или которые можно было бы рассмотреть. Это, кстати, еще тоже вопрос, необходимо или это рекомендуемо. Либо мы берем учебник, все темы, которые есть в учебнике, определяем количество параграфов и распределяем на количество часов, которые нам даны. У кого-то 35, да, у кого-то больше, у кого-то еще в несколько раз больше, там все зависит от учебного предмета. И распределяем их. Фиксируем это в таблицу. И по этому плану начинаем работать. И вот этот вот процесс, ритм которого задают учебные темы, и называется проходить учебную программу. Идем далее, друзья. Итак, составили учебный план. Учебная работа у нас выглядит примерно следующим образом. Каждый урок, каждая встреча с учениками – это новая тема. Бывают у нас некоторые темы, такие априори непростые, на них мы выделяем чуть больше времени. Но, как правило, каждый урок – новая тема. И, соответственно, как выстраивается урок, если каждая встреча должна быть новая тема? Нужно эту новую тему рассказать, необходимо эту информацию передать. Затем, чтобы ученики смогли что-то порешать, поделать, повторить, почитать, как-то поработать. И закрепить это дома. Потом, соответственно, проверить, насколько хорошо они закрепили, не закрепили. И пошли в новую тему. И этот цикл, он повторяется, повторяется, повторяется. И мы проходим учебную программу. И на уроке, как правило, используются для работы учебник и рабочая тетрадь. Почему? Потому что учебный план составлялся именно по этим темам. А темы в учебнике, они же из учебной программы. Поэтому, если ты проработаешь все в учебнике, в рабочей тетради, значит, ученик достигает учебных результатов, которые были прописаны в учебной программе. И в эту схему достаточно трудно нам вписать, ну вот, например, исследовательский сценарий или проектное обучение. Потому что у тебя идет четкий ритм, четко сменяются темы. И если заходит речь о том, что можно было бы сделать какой-то проект, ну пусть он остается хотя бы на конец четверти, потому что мы тогда успеем, успеем пройти учебную программу, а потом уже можем немножко позволить себе поиграться. И вот это вот такое вот линейное прохождение учебной программы, вот этот вот урок-тема, 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 и вот это вот мы проходим ее, и предполагается, что тем самым мы достигаем учебных результатов, это уже стало даже синонимом учебной работы. В нашем мышлении мы учимся именно таким образом, как иначе можно учиться. И если узнавать опыт других стран, которые выстраивают свое обучение по принципу, например, проектного обучения, то нам непонятно, а учиться-то они когда, потому что обучение – это вот когда сегодня новая тема, сейчас я объясню, затем вы порешаете, затем вы закрепите, и вот мы так и учимся, а если это как-то по-другому, то становится непонятно, а учиться-то когда, когда обучение-то происходит. И мне кажется, что вот имея такой подход к планированию учебной работы, мы сами себя загоняем в какую-то ловушку, причем совершенно искусственно, искусственно оказываемся в ловушке, нам из нее никуда не выбраться. Когда учителя меня спрашивают о том, что, ну, Марина, ну вот если, например, каждый урок делать, вот тут проектное, тут исследование, там перевернутый класс, а тут у нас игровой, тут снова проектное, то учитель не успевает подготавливать учебные материалы. Я с этим полностью согласна, потому что, друзья, в связи с тем, что меняется подход к выстраиванию учебной работы на уроке, к планированию этой учебной работы, обязательно нужно пересматривать нагрузку учителя и расписание в целом, потому что то расписание, которое есть сейчас, это расписание, заточенное вот на передавать и проходить программу. То есть мы просто проходим. Мы проходим программу, первый урок я рассказала, ушли, второй урок я рассказала, ушли, третий урок я рассказала, ушли и так далее. И так у тебя классы меняются. Вот это расписание составлено на то, чтобы передать, на то, чтобы рассказать, на то, чтобы пройти. Но это вот оно вот так, как один мой коллега, дидактик математики, привел очень хороший пример, что вот это мы проходим учебную программу, это метафора. Представьте, что ученики сядут в автобусе, да, и едут, или в метро, и проезжают станции. Одна, вторая, третья. Вот это вот проходим учебную программу. А они вот как сидели, вот их как пояс несет, так и несет. Это все вот так просто. Прошло, 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 все. Никаких изменений не произошло. И вот как можно пересмотреть свой подход к планированию. Друзья, вот давайте теперь мы с вами об этом немного поговорим. Отталкиваться не от темы, отталкиваться не от темы, а от учебных результатов. И даже если вот эти учебные результаты, вот как я сказала в нашей учебной программе, нужбольные, инструментальные, ничего они мета-мета с собой не прихватывают, брать три учебных результата вместе, а иногда, может быть, даже и больше получится, и вокруг них придумывать интересную задачу, над которой будут работать ученики. И эта интересная задача, это может быть проблема, которую они будут решать, и у вас получится проблемное обучение, обучение вокруг проблем. Это может быть какая-то другая задача, и ученики, решая эту задачу, допустим, что-то создают, у вас получится проектное обучение. И они могут вот эту вот задачу крутить, вертеть, например, два урока, или, может быть, четыре урока, а может быть, шесть уроков. И в итоге, работая шесть уроков подряд, над этой задачей, они достигнут этих учебных результатов, и помимо этого приобретут необходимые навыки, те самые мета-мета-предметные, которые будут приносить затем и этот опыт, они будут приносить и на другие предметы, у них автоматически в других предметах будут улучшаться учебные результаты. Мы друг другу будем, коллеги и коллега, таким образом помогать, если наши ученики будут так работать. И тогда мы свой план составляем не от тем отталкиваясь, а от учебных результатов и разбивая вот эту вот учебную работу, в которой мы берем несколько учебных результатов, на такие какие-то из-за маленькие идейки смысловые. Ты берешь не тему, например, квадратное уравнение, а какую-то интересную идею, вы меняете учебные результаты какой-то темой, каким-то проектом, над которым ученики будут работать. И в рамках этого проекта я составляю задачу, и ученики над этой задачей у меня на уроке работают. И учебные результаты достигаются, и мета-предметные навыки развиваются. То есть вот какие-то такие смысловые фрагменты, и мы движемся от одного смыслового фрагмента в другую, и мы видим в целом, мы видим в целом, зачем нам это надо, в чем вообще смысл того, что мы это изучаем, как бы зачем, зачем. Если мы сами находим ответ на этот вопрос, зачем, мы всегда можем ответить на этот вопрос и нашим ученикам. И нас не застанет врасплох их зачем это надо, это в жизни мне не пригодится, это бессмысленно, это устарело, и так далее, и так далее, и так далее. Они так рассуждают именно из-за того, что очень инструментальный подход, и они за инструментами не видят реальной жизни. Эту реальную жизнь надо в класс принести, принести именно таким образом. Тема всегда будет сбивать на столку, всегда. И я, когда работаю с учителями, и, например, мы с ними планируем урок, и учитель говорит, что вот у меня сейчас такая тема, сейчас такая тема, сейчас такая тема, я говорю, сейчас пока подождите, давайте без тем, потому что вы тогда меня сбиваете, потому что вы меня в свой ритм устраиваете, я не могу там развернуться, там негде развернуться, будем иначе. Меня интересует, вот за какой-то определенный период, каких учебных результатов должен достигнуть ученику, таких-то. В чем цель? Вот в чем цель той работы, которая разворачивается перед учеником, для чего мы ее делаем? Думаем, придумываем. А когда вот это вот придумано, все, затем уже выстраивается, это понятно, какие учебные задания дать, над чем работать, и зачастую, зачастую, и учебник там даже уже не нужен, оказывается, потому что эти задания там бывают какие-то искусственные, совершенно искусственные, неинтересные, ученикам они становятся неинтересны, потому что хочется какой-то другой интересной задачей заниматься. То есть получается, наш учебный план будет содержать как маленькие проекты, Как маленькие проекты. И в рамках этого проекта мы работаем, мы себя свободно чувствуем, ученики себя свободно чувствуют, и навыки необходимы у них развиваются. И они учатся в рамках этого, они учатся. Это означает, что у нас урок будет по-другому построен, потому что у нас нет больше вот этого давления на нас. Новый урок, новая тема, надо рассказать. Нет у этого давления. Есть учебный результат. Есть учебный результат. Например, вот учебный результат, ученик, я не знаю, измеряет углы. Можно просто дать задачу, измерь угол, и даёшь ему вот эти вот фигуры, и пошёл он набивать руку. Ведь можно же совсем другую задачу дать, в рамках которой он и углы будет находить. Но это будет задача, связанная с реальной жизнью. И может быть, он над каким-то реальным проектом будет работать, и там этот угол измеряется не потому, что задача измерить, а потому что иначе никак, потому что не измеришь, не получишь, не измеришь, не узнаешь, не рассчитаешь и так далее. Это естественное действие, которое он делает внутри этой задачи. Там всё понятно тогда, зачем это надо. И нам трудно, трудно, когда вот мы вот в этом вот линейном плане, нам трудно задействовать инновационные сценарии, потому что мы начинаем их вот втягивать вот в эту вот существующую структуру, подтягивать как-то. Проводим, видим, что ученики работают медленно. Ну, правильно, потому что же им трудно, они же сами тут читают, сами думают, мы видим очень много про них, мы понимаем, что, оказывается, тут им трудно работать, здесь они не понимают, и всё это так медленно-медленно, но это и показывает нам то, какие на самом деле наши ученики есть. Вот они такие есть, от того, что мы быстро пройдём учебную программу, они не научатся этому, они такими медленными всё равно останутся, такими несамостоятельными, такими беспомощными. Они так и останутся, и с этим и надо работать, вот именно с этим. У нас это называют, у нас это называют работы над комплексным заданием. Можно назвать работу над комплексным заданием, да, у финнов это называется, феномены. Тут названия действительно могут быть разные, главное, чтобы мы в целом понимали, в чём смысл, в чём задача этого. Зачем мы это делаем? Почему мы это используем? Мы в это проектное обучение, не ради проектного обучения. У этого есть какая-то идея, какой-то смысл, вот ради этого смысла мы это и делаем. Подбор таких ситуаций в жизни иногда бывает очень сложно придумать. Я бы сказала, что не иногда, а это действительно очень сложно придумать, правда. И, друзья, нас этому с вами не обучали. Вот то, о чём я сейчас говорю, да, что кажется, может быть, даже, ну, естественно, что мы должны так делать в учебной работе, но на самом деле нас этому в педагогических вузах не обучали. Мы в школе как учились, вот так вот, как я показала, вот так мы в школе учились и сдавали экзамены, и иногда даже очень успешно. У нас и опыта такого нет, ты не можешь опереться на опыт и подумать, ага, вот там это было, интересно, как они это сделали, я тоже так хочу. Поэтому для нас это всё, это всё есть вызов. Именно поэтому сейчас вот в условиях, ну, скажем так, новой педагогики, да, назовём это так, или нового понимания того, как учится на самом деле человек, очень важно педагогическое мастерство. Вот это педагогическое мастерство, оно и включает в себя умение создавать условия, в который ученик работает сам, он сам там работает сам, а задача учителя эти условия создать, чтобы он там справился, чтобы он обучался, он обучался. По сути, каждый человек становится вот в таких условиях учителем самому себе. Вот сейчас вы меня слушаете, вы что-то думаете, что-то переосмысливаете, где-то задумываетесь, да, где-то, допустим, не согласны, но у вас идёт какой-то мыслительный процесс, может быть, вы себе даже какие-то идеи записываете. Вы сейчас учите себя сами, в принципе, не я вас учу, не я ваш учитель сейчас, вы себя сами учите, потому что сейчас ваша голова совершает работу. И важно в классе создавать вот эту ситуацию, когда каждый ученик становится сам себя учителем, он сам себя учит при помощи каких-то учебных материалов, при помощи поддержки учителя, за счёт того, что учитель эту ситуацию для него создал. Но вот если он сам вот это вот там не сделает, это будет вот это... И необходимых навыков для работы у него... Для самостоятельной работы, например, сегодня раз я несколько раз это говорила, у него не сформируется. Вот, друзья, пожалуй, это всё, что я хотела сказать. Я безумно рада, что наконец-то я хоть немного, хоть немного обговорила этот вопрос с вами. Огромное спасибо, друзья. До встречи. Будьте здоровы. Отдохните обязательно. Восстановите свой ресурс. И до новых встреч.